Добрый день! Экологическая библиотека приветствует всех друзей природы и приглашает на презентацию проекта Семейный Эко-Драйв. Данный проект стал одним из победителей конкурса социальных проектов в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей ПАО ГМК «Норильский никель» в номинации «Полюс природы». Целью проекта является вовлечение семей города Мончегорска в волонтерскую, эколого-просветительскую, природоохранную деятельность, а также на решение экологических вопросов, связанных со взбором мусора, в том числе раздельного, и использованных батареек. Минуточку. Раз речь зашла про мусор, то у меня есть несколько вопросов для нашей аудитории. Друзья, скажите, пожалуйста, как часто вы выносите мусор? И какого размера ваше ведро? Ну, конечно, у всех по-разному. Ну что ж, проведем небольшой эксперимент и изучим содержимое мусорного ведра обычного городского жителя. Вот мусорное ведро. Сейчас мы изучим его содержимое. Итак, на первом месте у нас бумага. На втором месте органические отходы. На третьем месте у нас стекло. На четвертом и пятом месте пластик, пластмасса и различные предметы из этого материала. На шестом месте резина и кожа. Ну, а на седьмом алюминий. С содержанием мусорного ведра мы разобрались. Проблема мусора волнует всех людей, так как его количество с каждым годом растет. И неужели через несколько лет наша планета может стать одной огромной свалкой? Ученые посчитали, что на одного жителя планеты в среднем приходится около одной тонны мусора в год. Постоянно мы покупаем и обрастаем ненужными вещами. В итоге с легкостью их выкидываем, когда они нам надоедают. И не задумываемся о том, как же они утилизируются. Интересно. А как эту проблему решают в мире? Почти в каждой развитой стране мира сортировка и переработка отходов является обычным делом, часто достигая более 80%. Одним из лидеров утилизации и переработки отходов в Европе является Швейцария. Для каждого жителя Японии сортировать мусор – прямая обязанность и ответственность. За незаконно выброшенный мусор можно получить большой штраф или угодить в тюрьму. В Норвегии в супермаркетах есть автоматы, куда можно сдать пластиковые стеклянные бутылки. За них можно получить чек, который потом нужно предъявить на кассе, и вам сделают скидку. Также есть аппараты, которые дают возможность стать участником лотереи и выиграть крупную сумму после сдачи тары. А вдруг повезет? На улицах Барселоны можно найти специальные мусорные урны, которые спрессовывают мусор. Урна представляет собой простую конструкцию. Специальные отверстия выбрасывают алюминиевую банку, затем поднимают и опускают ручку. Таким образом, человек сам спрессовывает банку и облегчает дальнейшую переработку отходов. Сингапур славится огромным количеством штрафов и запрещающих законов. Так, здесь на улицах запрещено плеваться, жевать жвачку, кормить голубей и даже перекусывать. За все это полагается очень большой штраф в размере 1 тысячи сингапурских долларов. Если перевести на российские рубли, то штраф будет составлять около 53 тысяч рублей. Неудивительно, что сингапурцы стали самыми образцовыми чистюлями в мире. Залог успешной реализации проекта – это прежде всего сплоченная команда и поддержка друзей и партнеров. С национальным парком «Русская Арктика» библиотека реализует уже второй проект. В этот раз сотрудники парка проведут для участников проекта мультимедийную экскурсию, «Что скрывает Арктика? Проблемы мусора». Наши друзья, с которыми библиотека с 2019 года активно сотрудничала, станут нашими помощниками и в этом проекте. Волонтеры комбината «Добра» – команда «Соседи по планете» делает все, чтобы улучшить природу нашего города. Сегодня на эту встречу мы пригласили Анжелику Бортник. Ей слово. Наша команда «Соседи по планете» очень рада присоединиться к замечательному проекту экологической библиотеки «Семейный эко-драйв». В рамках этого проекта мы вас научим, как правильно сортировать и утипизировать разные виды отходов. И сегодня я расскажу вам немножко про пластик и батарейки. Пластик маркируется циферками от 1 до 7. Чаще всего в нашем быту мы используем пластик от бутылочек из-под воды, из-под молока, кефира. Маркировка пластика осуществляется на дне бутылочки в треугольничке. В данном случае это циферка 1. Крышечки у нас маркируются отдельно. Цифра 2. То есть, когда мы сдаем бутылки пластиковые, мы должны разделить. Бутылка отдельно, крышечка отдельно. Важно сказать, что перерабатываются не все виды пластика. Перерабатываются только виды пластика под маркировкой 1, 2, 4, 5, 6. Не перерабатываются виды пластика под маркировкой 3, 7. 3 – это пищевая пленка, например. 7 – это разные виды пластика, соединенные воедино. А также вид пластика номер 5 – это наши многоразовые контейнеры для еды, например, которые мы используем многоразово. Альтернатива не использовать пластик, вредный, который со временем выделяет токсические вещества – это такие есть, например, бутылки для воды, многоразовое использование. Также, когда мы едем на природу, мы не берем такой вид пластика, это 5, 6. Мы берем вот такой. Это, например, из дерева сделано. Он не вреден для природы и утилизируется. Очень важно знать, как правильно подготовить тару. Во-первых, мы должны ее промыть от пищевых отходов. Во-вторых, мы должны снять этикетку. В-третьих, мы откручиваем крышечку. Бутылку мы сминаем, чтобы она занимала лучшее место. И сдаем. Также мы обязательно должны наши батарейки, которые мы используем в доме повсеместно, не выкидывать на улицу. Ни в коем случае нельзя, потому что батарейка, она выделяет токсичные вещества. Одна батарейка засоряет 20 метров квадратной почвы. Это среда питания одного ежа. И поэтому, как мы говорим, сдал батареечку – спас ежика. Поэтому очень важно использованные батарейки не выбрасывать, а сдавать их на утилизацию. Есть специальные контейнеры, есть специальные в Манчегорске пункты, где мы можем сдавать. Один из пунктов у нас находится как раз в нашей экономической политике. Минуточку. Каждый современный город решает вопрос, куда девать мусор и как можно уменьшить его количество. Эти вопросы волнуют и наш Манчегорск. А как же все-таки сделать так, чтобы мусора стало меньше? И узнать, куда надо девать опасный мусор и как научиться правильному обращению с отходами. Наше предложение – стать участниками проекта «Семейный эко-драйв». Проект «Семейный эко-драйв» состоит из трех блоков. Первый блок называется «Эко-навигатор». И сюда вошли мероприятия, направленные на информационно-познавательную деятельность. Детям и их родителям будет интересно посетить шоу «Бой королю мусора» или поучаствовать в интерактивных экскурсиях по тематической площадке «Зеленая гостиная». Ну а для тех, кого интересуют вопросы посерьезнее по сбору мусора в нашем городе, будет проведено заседание круглого стола «Управляем мусором». Распитание у детей экологической культуры не может быть полноценным без участия семьи. Родителям есть что рассказать своим детям. Участвуя в мероприятиях проекта, родители смогут воспитать у своих детей полезные эко-привычки. В процессе реализации проекта будут привлечены волонтеры, специалисты, аниматоры, которые сделают мероприятия не только информативными, но еще и креативными и запоминающимися. Второй блок проекта порадует манчегорцев природоохранными и благотворительными акциями. Вместе мы будем высаживать кедры, убирать берег озера Имандра от мусора, а также собирать использованные батарейки и ненужные вещи. «Татьяна Васильевна, давай совершим обмен? А это как? Меняю батарейку на конфету? А давай? А еще давай устроим вещь-обмен. И мусора ведь станет меньше. И правда?» Третий блок нашего проекта называется «Творчество плюс экология». Подразумевает работу мультипликационной студии «Экокадр», где ребята вместе с родителями будут трудиться над созданием социальной рекламы. Наш ролик «Отходы дохода» будет посвящен раздельному сбору мусора. И когда он будет готов, в сентябре состоится премьера. Мы пригласим, конечно, всех желающих. И надеемся, что наш мультфильм покажет и на сайте Манчеворской ЦВС, и на Манчеворском телевидении. Ну и, конечно, мы его разместим на страничке ВКонтакте. Приятная новость для участников проекта. В ходе реализации проекта будет работать система эко-бонусов. Каждая семья за участие в любом мероприятии будет получать бонусы, которые будут заноситься в зеленый журнал. При подведении итогов проекта семья, набравшая наибольшее количество очков, будет награждена специальными призами. Сегодня мы рассказали не обо всех мероприятиях проекта. Более подробную информацию вы можете получить, позвонив в экологическую библиотеку по телефону 731 95 или посмотреть в буклете, который был специально подготовлен для вас. Научить ребенка заботиться о нашей планете – это первоочередная задача для родителей, которые хотят, чтобы их дети выросли сознательными и здоровыми. Ждем вас на мероприятиях нашего проекта. Будьте с нами! Сохраним природу вместе! Субтитры создавал DimaTorzok